Более приятного, полезного состояния для организма человека, чем здоровый сон, не существует. Приблизительно треть жизни человек проводит в этом состоянии. Несомненная польза сна заключается в возможности эффективно восстанавливать силы, черпать необходимые резервы для дневного времяпрепровождения. Нормальный сон или его отсутствие влияет на многие области нашей повседневной жизни. Хотя очевидно, что сон полезен, но многие из нас не придают достаточно серьезного внимания его роли. О здоровом сне поговорим сегодня в небудничном ток-шоу «Полезный диалог». Меня зовут Андрей Ковалев, а у меня в гостях сегодня Татьяна Горбат, врач-кардиолог, специалист по нарушениям сна Центра Здорового Сна. Вот такая небольшая тавтология. Добрый день. Добрый день, Андрей. Может быть, вы сказали, вас можно называть просто врач Центра Здорового Сна, да? И этого вполне будет достаточно. А к нашим слушателям хочу обратиться. Друзья, вы, как и всегда, можете присылать свои вопросы по теме в прямой эфир. Сделать это очень просто в виде коротких смс на номер 3377, либо озвучить их в наших группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники, а также, как и всегда, смотрите нас прямо сейчас на нашем YouTube-канале в режиме видеотрансляции. Итак, вот для меня, Татьяна, расскажите для начала, вот что такое Минский Центр Здорового Сна, чем у вас занимаются, кто ваши специалисты, и кто ваши клиенты. Андрей, Центр Здорового Сна достаточно уникальное учреждение, которое выполняет комплексный подход к проблемам сна в целом. Мы имеем в штате специалисты, которые занимаются, как можно сказать, психологическими проблемами человека, который приходит с бессонницей, а этих людей, к сожалению, немало, и идет тенденция к увеличению проблем, связанных с засыпанием, с ранними утренними пробуждениями. То есть мы закрываем психосоматический вот этот аспект. Кроме этого, у нас есть специалисты, которые работают с нарушениями дыхания, сна и во сне, и с храпом. Это специалисты, которые занимаются подбором лечебного оборудования, которые делают диагностику. Это специалисты лор, в том числе, которые помогают избавиться от звукового феномена храпа, именно если он не осложненный. Да, и специалисты, психиатры, в том числе психиатры, психотерапевты, которые решают более тяжелые проблемы, которые тоже могут дебютировать, либо проявляться под глазами. А вообще большой ли у вас штат? Много ли специалистов? Достаточно, да. То есть специалисты нескольких областей. Лоры, кардиологи, психотерапевты, психиатры, эпилептологи. То есть сон можно обследовать так детально. Детально, да. Просто для меня это небольшой сюрприз. Мне казалось то, что, допустим, много специалистов для этого не требуется. Но вот вы показываете своим примером, что нет, оказывается, можно. Скажите, тоже такой вопрос вам задам. Я думаю, что я не первый человек, кто его вам задает. Возможно, он вам покажется не очень интересным, но вот лично мне он кажется довольно интересным. Всем ли людям необходимо для нормального отдыха не меньше шести часов ночного сна или продолжительность сна – это сугубо такая вещь индивидуальная? Я думаю, что остановиться на второй части вашего вопроса, либо вашего тезиса о том, что, безусловно, индивидуальная. Нужно смотреть, сколько тебе нужно, столько нужно спать, насколько ты хорошо себя чувствуешь. То есть кому-то хватает четырёх часов, а кому-то там и восьми мало. Восьми мало. На самом деле здесь нужно очень дозированно и индивидуально подходить к этому вопросу. Мы не можем сказать «Все ложитесь и все вставайте». Допустим, я люблю спать 10-12 часов. Мне хорошо. Ну, если у меня получается, конечно. А, это вы в идеале, да? Я так понимаю. Да. Конечно, да. Но было бы неплохо, если бы человек мог себе позволять спать столько, сколько он хочет. Ну, вот честно скажу, я сегодня, наверное, спал часов в шесть и не выспался. Да. Вот мне, видимо, мало этого срока, как ни крути. Хотя сплю я, в принципе, хорошо. Вот как до эфира я вам уже говорил. А, опять же, продолжительность сна, она вообще как-то влияет, зависит от состояния нервной системы человека? Да, влияет. Дело в том, что если нервная система достаточно лоббильна, то и качество сна будет не таким хорошим, не таким стойким. Да, люди будут просыпаться несколько чаще. А если нервная система менее лоббильна, тогда сон будет более крепкий. Но продолжительность сна детерминирована фазами сна, которые должны развернуться в определенный интервал, да, то есть полуторачасовые ориентировочные циклы. Так, давайте кратко разобьем, какие есть фазы сна, да, чтобы я понимал. Я знаю, то есть есть, допустим, фазы глубокого сна, насколько я помню, где ты читал, она происходит обычно где-то часа в четыре, да, уже так ближе, ну вот, или нет. Ну, вообще есть фазы поверхностный сон, да, вот как они меняются, поверхностный сон, глубокий сон и парадоксальный сон, сон со сновидениями, рэм-сон. И вот этот цикл, он длится где-то полтора-два часа плюс-минус. И эти циклы, они повторяются. То есть нет такого, что вот ты полночи поспал в поверхностном сне, а потом в глубокий, там, под утро, нет. Они просто имеют тенденцию менять свою продолжительность. Допустим, сразу больше глубокого сна, под утро больше рэм-сна, где снятся сновидениями. Так, а вот когда не хватает времени на ночной сон, можно ли при возможности восполнить дневным? Можно, конечно. Если, тут такое есть правило, если дневной сон не мешает потом заснуть вечером, да, чтобы не сдвигать, не смещать вот это вот время, тогда лучше использовать, если есть такая возможность. Но если это вызовет проблемы с засыпанием вечером, лучше тогда не спать днем. Так, а есть ли вообще какие-то причины дневной сонливости, и можно ли от них как-то избавиться? Ну, безусловно. Дневная сонливость – это очень такой характерный симптом, маркер, когда можно думать о том, что есть какие-то проблемы. Дневная сонливость измеряется в определенной шкале, шкала Эпфорта, где 8 простых вопросов. Я всегда своим пациентам даю эту шкалу, чтобы знать, насколько субъективно они говорят, что у них дневная сонливость. По количеству баллов мы можем уже как-то объективизировать это. Основная причина дневной сонливости – это синдром остановок дыхания во сне. Это храпуны, у которых останавливается дыхание, они подбуживаются, поэтому не высыпаются. Это достаточно тяжелая патология, которая требует незамедлительной коррекции, которой занимаются специалисты центра сна. Я в том числе работаю с апноиками, с пациентами с остановками дыхания во сне. Это очень важно. Можно ли сказать, что дневной сон – это не прихоть лентяев, а необходимость для организма? Да, безусловно. Люди, которые засыпают на работе, сидя в кресле, либо где-то стоя в пробке в автомобиле – это симптом, который угрожает жизни не только их самих, но и окружающих. Они могут пропасть в ДТП. Это очень опасно. Это не потому, что он там полночи гулял и не выспался, а потому, что у него есть проблемы, ежедневные проблемы. Так все-таки полезен или вреден дневной сон? Андрей, ну, конечно же, полезен. Полезен, да? Конечно, полезен, если он не мешает. Если еще в детском саду нас всех заставляли спать днем, то есть в послеобеденный час. Я против того, что нужно заставлять спать детей в том числе. Но не хочет ребенок, он имеет право не спать. Ему достаточно. Но я очень завидую, когда есть возможность у детей, они поели, ложатся спать. А взрослый только может мечтать про это. Всему свое время. А есть ли какая-то категория людей, кому дневной сон именно необходим? Я думаю, нет такой категории, кому просто необходим. То есть это самочувствие. А что человеку дает такой вид сна? По дневной? Ну, сделать какую-то, возможно, паузу, возможно, добрать время, которое у него не хватило ночью. Это полезно для кожи. Допустим, женщинам очень полезно спать днем, поскольку кожа восстанавливается. Тургра она приобретает больше. Но так сказать, что вот давайте разобьем, ночной, дневной сон нельзя. Ведь раньше, кстати, были разные смены. Люди, когда не имели еще электричества, они ложились, когда темно. Потом был период, когда некоторые люди практиковали прерывистый сон по 4 часа в сутки. Люди, которые находились в тех условиях, где мало освещения, я имею в виду природного освещения, полярные ночи, у них менялись структура сна, менялась фаза сна, менялись в том числе. Но в современном обществе мы не можем выделить группу людей, которые спят днем. Это по желанию, это индивидуально, это если есть возможность, это если не мешает уснуть ночью. Получается, действительно ли большую роль для отдыха имеет продолжительность такого сна? Дневного? Да. Как-то вам все не отпускает. Хотелось бы поспать. На продолжительность ночного сна? Нет, 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 именно продолжительность дневного сна на отдых. Она рекомендует спать не больше 50 минут, чтобы не ввалиться в следующий цикл, где нужно встать в ненужную фазу, в неподходящую фазу. Поэтому ориентировочно около часа, 45-50 минут рекомендуют вот такой сон-дренаж. Некоторым достаточно 15 минут, они чувствуют себя окей. Ну что же, тогда давайте на этом прервемся, не на сон, а на рекламную паузу. Напоминаю то, что у нас в гостях сегодня врач Центра Здорового Сна Татьяна Горбат. Никуда не уходите, дальше будет только интересней. 14 часов и 19 минут, время Минска. Итак, мы продолжаем наш полезный диалог. Итак, сон полезен. Некоторые люди принимают этот тезис настолько близко к сердцу, что с радостью пользуются возможностью прилечь, в том числе практикуя сон в дневное время. Другие просто следуют зову организма и по наитию спят излишества днем. Но есть и те, кто считают, что дневной сон взрослого человека – это слабость и проявление лени. Так кому, собственно, верить можно в этом? Получается, спать или не спать? Вот в чем вопрос. Вопрос может быть достаточно серьезный еще в том аспекте, что люди, которые засыпают днем, они на самом деле испытывают проблемы в течение ночного сна. Я сказала, это проблемы храпа и проблемы остановок дыхания. Плюс люди могут испытывать гипогликемические состояния, когда падает уровень сахара. Когда у них есть расстройство желудочно-кишечного тракта, особенно когда после еды может хотеться спать. Тут нет прямой причинно-следственной связи. Но если человек испытывает сильные позывы к дневному сну, необходимо бы обследовать человека и разобраться, с чем они связаны. Либо с проблемами ночного сна, либо с проблемами уже соматического состояния, что с ним что-то не так. Либо просто он слишком переутомлен, когда он не соблюдает режим труда и отдыха. И это тоже важно. Когда нужно делать перерывы каждые 10 минут, особенно если это тяжелый физический труд, там есть отдых. Либо вот как в Японии, когда люди трудоголики, вообще это нация считается одной из таких много работающих людей. У них есть специальное офисное кресло и комнаты для отдыха, где по желанию они могут пойти и сделать 40-минутный перерыв. И это прописано у них в контракте. Что это возможно, это предоставляется. Это у нас пришел на стул и посидел 8 часов. Хочешь ты спать или нет. И не влияет, как твоя работоспособность от этого зависит. А если ты поспал 40 минут, то следующие 2 часа ты можешь быть на творческом подъеме. Важно. Это на самом деле важно. И к этому нужно индивидуально прислушиваться и подходить. А вот в таких странах, не знаю, как Испания или Италия, где есть сиеста, такое понятие, тоже это как-то у них распространяется не только на такой классический обед, но, возможно, и на сон. Безусловно, но это жаркие страны, где очень жарко в это время, и они не могут активно ходить по улице, либо работать где-то, связанное с тем, что очень душно. И это правильно. И это у них уже как бы вошло в привычку. И они уже годами, из поколения в поколение, они... Ну, как бы сиеста, это же продолжается, это же недавно, наверное, было придумано. И это нормально, и их организм к этому адаптирован и настроен. Неплохо было бы, если бы это было у нас, но насколько это позволить. Но все-таки здесь-то климат немножко другой, да? Да, климат другой, но индивидуальный подход, когда человек должен приходить в 8 утра, в то время, когда ему нужно спать, он сова. Почему он не может приходить в 10 и уходить в 8 вечера, да? Почему у нас нет индивидуального подхода к трудовому графику? Вот это всегда у меня несколько вызывало возмущение. Мне комфортнее перейти к 2 часам и уйти позже. Я выполнила свою работу хорошо. И для того, чтобы выполнить ее хорошо, нужно иметь хорошее самочувствие. Когда все время сову заставляют приходить в 8 утра, то творческий потенциал уже не становится актуальным. Понимаете, про что я говорю? Поэтому и здесь тоже, возможно, очень грамотно дать человеку время для дневного сна и для отдыха. Вот, кстати, интересно, почему-то у меня сейчас всплыло в голове, то, что вот с сентября в школах, да, вы знаете, у нас хотят вести с 9 часов. Как раз в частности, это не в последнюю очередь, якобы связано с тем, чтобы дети высыпались. Как детям высыпаться, если родители работают с 8? Многие, да, работают в больнице с 8 утра, должен прийти в 8. А твой ребенок в 9 только начнет заниматься. Нет индивидуального подхода, на самом деле. Я думаю, что должно быть какое-то разделение, класс восьми, класс девяти. Мы убираем час для общения с детьми. Я с ужасом думаю, потому что мой сын пойдет в первый класс, и я думаю, что как это будет, да? То есть вы считаете то, что это, ну, такая необязательная реформа, в принципе? Я считаю, здесь не должно быть очень жестких границ. Должно быть индивидуально, в зависимости от того, может ли семья приводить к 9, либо нет. Вот еще... Выбор должен быть. Продолжая тему все-таки сна дневного, да, о чем мы сегодня в основном и говорим, я вычитал то, что дневная сонливость имеет научное название. Это гиперсомния, да, я правильно говорю? Ударение. Гиперсомния, да, но это не только относится к дневной сонливости. Но, в принципе, может быть больше про дневную сонливость. Гиперсомния — это когда избыточно хочется спать. В частности, на работе, да, это как повторная сонливость, я смотрю. Возможно, повторная. Но если дома тоже человек испытывает гиперсомнию, избыточную дневную сонливость, значит, нужно искать причины. Не нужно думать, что он ленится или ему что-то не хочется, нужно искать объективные причины, которые могут быть устранены. И которые могут быть таким тонким еще критерием. Подумать, что заболевание достаточно более серьезное может развиться впоследствии. Нужно обращать внимание на себя и на свой организм. В последние годы за рубежом были опубликованы результаты нескольких исследований, говорящих вот о вреде дневного сна для здоровья. К примеру, американские неврологи выяснили, что дневной сон у пожилых людей сопряжен с повышенной в 3-4 раза вероятностью инсульта. А английские сомнологи заявили, что дневной сон у людей зрелого и пожилого возраста связан с сокращением продолжительности жизни. И, как по мне, это все довольно пугающе звучит. Но мы не можем интерпретировать эти выводы на всю популяцию, поскольку категория пожилых пациентов – это особая категория. И тот уровень метаболизма, который происходит уже в пожилом уровне, не тот по сравнению с молодыми активными людьми. И в основном пожилые люди, имея достаточное количество времени, они очень часто дремлют днем, до либо после обеда. Потом приходят и говорят, мы не можем уснуть, у нас есть проблемы с бессонницей. И когда немножко расскажешь про гигиену сна и про то, как они себя ведут днем, конечно, они поспят несколько раз, и уже им тяжело уснуть, они там полночи не могут уснуть, и это продолжается на следующий день, хронизируется. И тогда здесь нужно немножко реформировать их дневную деятельность. Но насчет количества нарушений мозгового кровообращения – это достаточно спорный вопрос. Есть исследования, где доказаны противоположные выводы о том, что люди многоспящие имеют несколько меньше нарушений мозгового кровообращения. Но опять-таки это та серьезная сосудистая катастрофа, которая имеет многокомпонентные такие вот составляющие. То есть нельзя сказать, да? Ты мало спишь, у тебя будет инсульт, либо наоборот. Ну вот да. Не все так просто. Да, не все так просто. Опять же, как ни странно, врачи еще говорят то, что не только строгое отношение к собственному рациону, но и дневной сон – это еще и польза для фигуры. То есть те, кто следят за своей фигурой, соответственно, очень ценят дневной сон. Возможно. Конечно. Но тоже нет прямой причины следственной связи, но лучше поспать, чем поесть. То есть вы не находите такой прямой пользы, да, или какого-нибудь вреда для похудения от сна в дневное время? Ну, конечно, если это после обеда, то лучше, наверное, мало будут пользы, да? Но если это дозировано, если это сделано все хорошо и правильно, почему нет? Я больше вижу пользу для кожи, для состояния кожи. Так, и получается, есть еще вот такая народная примета. Если сон на закате, то потом больная голова. Правдивая она или нет? Ну, мне тяжело ответить, опять-таки, однозначно, поскольку… Все индивидуально. Да, смотря закат во сколько, если это осенью, да, это в 6 вечера, конечно, это не совсем может быть хорошо, но если это в 11-12 летом, почему нет? Что же, я думаю, самое время пришло перейти к вопросам наших слушателей. Да, они появляются. Вот ВКонтакте Сергей Пушкин нам пишет. Вот, отчего не снятся сны, снятся только со смены обстановки, в гостях, в поезде. Если начинаешь жить в другой квартире, то сон приходит только первые 2-3 суток, и все опять не снятся. Что вы подскажете? Ну, достаточно тяжелый вопрос. Сновидение – это особая область исследования, размышлений, в том числе. Скорее всего, что человек, ну, вот, конкретно Сергей, при каких-то дезадаптационных моментах, ну, там, переезд, гости, он испытывает те сновидения, которые менее всего осознаются, да. А когда в спокойной ситуации, все окей в психической реальности, да, и сновидение не проявляется так ярко. Скорее всего, сновидения есть, просто они не так хорошо помнятся, и человек не делает на этом акцент. Да, сновидение какое-то совершенно нереальное, ты можешь думать, ты можешь помнить про него. Это значит о том, что психическое напряжение было максимально, ну, не то чтобы максимально, но более ярким. Скорее, с этой точки зрения можно это интерпретировать, поскольку Рэмсон, он всегда есть у людей, может быть, он продолжительность его снижает, ну, как бы сокращается, но он есть. Кстати, вот давайте еще раз все-таки скажем, что это такое, что такое Рэмсон? Rapid If Movement Sond быстрого движения глазных яблок. Это парадоксальный такой сон, фаза считается парадоксально открыт, она была достаточно недавно, где-то лет 150-200 назад, когда активность головного мозга максимальная, но мышцы максимально расслаблены. И глаза двигаются, то есть было замечено, что двигаются быстро глазные яблоки, и как бы человек рассматривает эти сновидения. Только в эту фазу возможно сновидение. Все остальные фазы, активность головного мозга не такая, ну, высокая. Мы имеем определенные волны с разных фаз сна, и тогда мы можем говорить, в какой фазе человек в данный момент находится, когда выполняет обследование, полисомонографическое обследование, и когда будет выстроена гипнограмма, то есть как менялись эти фазы сна. И в зависимости от того, какие сигналы отходят от головного мозга, мы можем говорить. Но сновидение — это не такая простая тема. Это тема наших каких-то бессознательных проявлений. Это наша психическая реальность. Да, об этом можно говорить очень долго. Очень долго, да. Это одна из моих излюбленных тем. Еще один вопрос, с вашего позволения, зачитаю. Еще один нас слушатель пишет. Если я не засну с 10 до 11 вечера, то потом не могу уснуть очень долго, часов до 3. Что мне делать? Ну, подумать, почему так происходит, и что происходит в дневной жизни, когда, ну, скорее всего, это проявление тревожного вектора. Разбираться с тем состоянием, в котором находится человек. Не решать проблему таблеткой, либо что-то сделать, какие-то конкретные мои рекомендации, а думать, что происходит вообще, когда тревогу не дает заснуть, либо не тревога, либо что-то, какие-то другие проявления. Ну, и последний вопрос на сегодня, так как время нашей программы неминуемо подходит к концу. Тоже такой весьма, наверное, очень наивный для вас, не очень интересный. Но все-таки можно ли что-то сделать для того, чтобы снились хорошие сны? Можно находиться в хорошем состоянии и получать удовольствие от жизни, и разбираться с тем, что происходит, ну, в жизни, собственно говоря, происходит. И тогда вот это вот гармоничное состояние будет переноситься в психическую реальность, и сны будут, я надеюсь, будут хорошими. Угу. Что же, довольно часто многим увлеченным людям чрезвычайно жалко тратить большое количество времени на сон, но необходимо помнить, что ваша драгоценная жизнь целиком зависит от восстановительного процесса полноценного ночного отдыха. Здоровый сон продлевает вашу жизнь, поэтому будьте здоровы. Меня зовут Андрей Ковалев, а у меня в гостях сегодня была Татьяна Горбат, врач Центра Здорового Сна. Всего хорошего на волнах и до скорой встречи на волнах Радиус ФМ.